Павел Матвеев, он прошел всю войну с 41 по 45. За этот день гордость испытываем. Наши деды воевали, и сейчас молодежь. Родилась-то только 26 апреля 41 года. И что? Вот, его взяли на войну, и все. И никаких известей, ничего нет. А как ее звали? Захаров Василий Михайлович. Один на Воронежском фронте воевал, дошел до Праги. У него брат был летчиком, штурманом авиации. Но он погиб. Они перегоняли, наверное, знаете, самолеты с Дальнего Востока. И в Красноярске самолет он был штурманом из Катрильи. Как звали? Абаза, Юрий, ой, Павел Юрий, Юрий Павлович. В безопасной стране дает мне как-то радоваться тем, что мои дети и мои родители живут в такой хорошей стране, в такой безопасной, которую освободили все-таки наши дедушки. И боролись за это. А вы из России, нет? Я родился в Сирии. Получается, имею со стороны мамы. Мама русская, получается. Он врачом был. Он не служил в то время. Единственное, что он в Москве бывал. И там в госпитале что-то там лечили. Кого-то лечили, честно, не помню. Не спрашивал, не интересовался особо. К сожалению, может, я бы сказал. Но, да, получается, во время войны именно он был в Москве. Вот. Как закончилось, он вернулся сюда. А как зовут его дедушку? Игорь Евгеньевич. А фамилия? Зиновьев. Мой крестный Жуков Александр Павлович. Он служил, ушел на фронт 17-летним мальчиком. Вернулся он с ранением. Он потерял оба глаза. До сих пор он еще как бы жив. Ему 99 лет. Дедушка и бабушка, они работники тыла. На Дальнем Востоке у дедушки была бронь, рыбная промышленность. Вот тогда оттуда с Ульяновской области уехали, когда голод по Волжье был. И там застала их война. И вот они оттуда только смогли выбраться. Ну, там же была еще и японская, в смысле с Японией. И они выбрались только в 1948 году приехали на родину. Сюда, назад. Азиков Тимофей Федорович, Азикова Александра Ивановна. Суслинков Яков Васильевич. Вот мама есть у меня с 22-го года, он старше был. Значит, он, наверное, с 18-го может быть. Ну, короче, в первые дни его призвали в армию. И вот сразу же погиб он. Прямо буквально в первые дни войны. Сами они из Писковской области были. Большая семья у меня была у матери. И после войны осталось только трое. Девятерых бабушек родила. А кто из них погиб и где? Я еще был маленьким. Поэтому я не знаю. Я сам воевал в Афганистане. Поэтому мы, ветераны боевых действий, именно воспитывались на этих подвигах. И достойно себя вели в экстремальных ситуациях боевых действий.